Весна не балует нас погодой, но ежедневные дожди не могут помешать прогулке по красивым лесам Солочи. Так, гуляя с собакой, Оксану ждал неприятный сюрприз. Собака нашла курицу, соответственно, курица была обглоданная, мы стали смотреть, откуда она ее взяла. И, соответственно, увидели, что, наверное, больше десятка кур было выброшено в противопожарный ров. Мешков, да, потом мы их собрали в пакеты целлофанов и положили в контейнер. В контейнере стали смотреть, там еще мешков семь с этими курами. В мешках лежали туши от больших до маленьких. А в импровизированном захоронении есть даже вороны. Видимо, они почувствовали запах разложения и решили полакомиться. Когда местные жители обнаружили такое количество мертвых птиц, теории предположений возникло не меньше. Не, они не убиты, потому что перо там цело, видимо, когда начинался общий падеж, вот болезнь, вот. И я думаю, что их просто при массовом, потому что и большие все-таки куры, взрослые, да, там петухи, и молодняк, и все подряд в одной куче. Местные жители в шоке. Они не предполагали, что такое необычное событие может произойти совсем рядом. У нас нет именно этих людей, которые держат птицу. Да, у нас от... А вот откуда она появилась здесь, вот, мы не знаем. Ну, я, например, не знаю, у кого такое количество кур может быть. Тут каких-то ферм куриных у нас рядом, я не слышал, чтобы были где-то. Вот, поэтому... Да, да. Так вот сказать, даже предположений нет никаких, откуда это привезено. Оставить такую ситуацию без внимания нельзя, ведь захоронение находится недалеко от жилых домов. К тому же, у каждого жителя поселка в доме есть собаки, которые бездумно поедают и растаскивают этих кур. Поэтому жители поселка обратились в ветконтроль. На машинах не приезжают сюда? Здесь, 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 один бункер на всю Солочу, на Полково, и вот на лесхоз, на Зомце, один вот этот бункер. Сотрудники ветконтроля забрали несколько мертвых птиц на анализ. Пока служба проводит исследования, мы взяли комментарии у доцента кафедры биологии. Она предположила, что туши привезли из частного хозяйства, а не с птицефабрики. Об этом говорит сам способ утилизации и небольшое количество птиц. Можно предположить, что, скорее всего, здесь либо какое-то отравление произошло птице, либо, ну, какое-то инфекционное заболевание, потому что массовая гибель данного большого количества кур может вызвать и инфекции. Мы не можем знать точно, какой вирус данной инфекции. Здесь должна поработать ветеринарная служба или эпидемиологическая станция. Если предположить, что птицы умерли из-за того, что на фермерском хозяйстве кто-то травил мелких крызунов, то для человека это не несет никакого вреда. Если предположить, что это инфекционное заболевание, то вред может быть огромный. Инфекционное заболевание может передаваться и другим птицам, например, вот те же вороны. Врановые любят питаться падалью, они могут расклевывать данные тушки кур. И тоже подвергаться заболеванию инфекционным, переносить их на другие виды своей же сородичей, другие виды тоже птиц. Млекопитающие, в принципе, тоже те же собаки, если это инфекционное заболевание, может тоже подвергнуться заражению. Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.